С юбилеем поздравляют не только Екатеринбург, но и его жителей, почетных. Традиционная экскурсия в этом году стала необычной. Ради круглой даты им позволили зайти туда, куда обычно не пускают, в секретный цех, где испытывают ракеты. Заводских проходных сегодня вообще было много. Правда, как выяснила Мария Новикова, почетным горожанам пришлось не только смотреть, но и самим поработать. Нельзя трудить. Точной копией ракеты «Союз-2» экскурсанты любуются на расстоянии, но этому рады. В музей НПО «Автоматика» попасть так же сложно, как и на космодром, но для почетных горожан сделали исключение в честь юбилея Екатеринбурга. Я даже не видел такую сторону. А с любого конца света я, оказывается, можно внутри космодрома, где можно запустить. В заводских цехах экскурсантам показали, как создаются боевые ракеты для атомных подлодок и космические спутники. Гости внимательно рассматривают даже алюминиевые крепежи, ведь в космической технике мелочей не бывает. А шайбочку делаете? И не покажешь, что готовы ни одну. Контроль качества от Сергея Дабахова. Директор завода, который когда-то начал у такого же токарного станка, доволен. Говорит, теперь многое за рабочих делает техника. А мы видели детали, он показывал, где 20-30 операций, один и тот же станок. То есть надо было 20 человек на такие станки поставить, для того, чтобы выполнить ту деталь. А сейчас делает один человек на одном станке. Вот в чем разница в чем. В этом здании находится самая секретная цеха. Именно здесь уже готовые ракеты и спутники проходят последнюю проверку. Почетные горожане стали первыми, кого за всю историю НПО пустили посмотреть, где проходят испытания. С небес на землю почетных горожан вернули в Дендрарии. Теперь у заслуженных жителей Екатеринбурга есть свой мини-сквер. Они собственноручно высадили в нем больше дюжины деревьев. Маньчжурский орех, краснолистная яблони и рассеченная листная береза. Может быть, если тут напишут что-нибудь, что мы с Калининым посадили, то он мне позвонит, и мы придем обязательно, как оно растет. Вместе с саженцами сегодня выросло и количество почетных горожан. Это звание получили еще трое екатеринбуржцев. Газовик, глава сетевой компании и врач. Мария Новикова, Алексей Богданов. Новости 41-го канала.